Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале страны. Как вы прекрасно знаете, Украина это парламентско-президентская республика, где лидирующую роль занимает, ну в любом случае должен занимать парламент. А буквально недавно члены команды Зеленского озвучили идею о необходимости превращения Украины чисто в президентскую республику. Когда глава государства контролирует всю исполнительную власть, назначая при этом еще и членов правительства, как это было при Кучме или же при Януковиче, когда он там редакцию Конституции менял. Эту идею озвучил идееносный, ну можно, наверное, так его назвать, секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, демократия в Украине так себе, нужна сильная президентская рука. Давайте разберемся, что это было. Попытка понравиться Зеленскому, который довольно часто заявляет о том, что президент должен контролировать все и вообще очень любит, чтобы его хвалили, говорили, какой он сильный, крутой, красивый, эффективный. Или же это будущее прощупывание почвы для того, чтобы потом поменять Конституцию Украины и поменять, собственно, государственное устройство нашей страны. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Помогать нам разбираться в этом будет журналист страны Денис Рафальский. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на данном этапе развития Украине лучше быть президентской республикой, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти и, как вариант, сам назначает правительство. Сейчас же в нашей стране, согласно Конституции, парламентско-президентская форма правления, при которой Кабмин формирует Верховная Рада. Но Данилов считает, что это неправильно. Он сказал, если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать, я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни. Для этого должны пройти века. Коллеги Данилова в команде Зеленского сразу от этого заявления вроде как открестились. Слава президентской фракции Давида Рахамия сказал, что это личное мнение Данилова, которое, впрочем, не отвечает общественным настроениям. Мол, на этот счет даже большой дискуссии нет. Но теперь-то, как мы понимаем, дискуссия уже есть. Ведь в нынешних политических раскладах секретарь из НБО совсем не последняя фигура, чтобы просто так сказать, а это его личное мнение, он что хочет, то и говорит. Так не работает. Зачем же он тогда заговорил о, как он это видит, выгодах президентской республики? Можно, конечно, предположить, что таким образом Данилов просто в очередной раз привлек к себе внимание. Он делал это неоднократно. То заявлял, что на русском ему говорить очень сильно некомфортно, человеку, который вырос в русскоязычном регионе в Луганской области. То он призывал русскоязычных граждан Украины отказаться от родного языка. То он говорил, что понятие Донбасс использовать нельзя, но, видите ли, навязано Россией. Кто выступал за переход на латиницу. В общем, идеями он фонтанировал, извергался, как вулкан неоднократно. Но есть версия на самом деле и посерьезней. Зачем он это сделал? Данилов на самом деле проверял общественную реакцию на идею смены парламентской президентской формы правления. Правда, непонятно, согласовано ли это заявление было с Банковой, или же Данилов просто, как говорится, ляпнул на свой страх и риск. Недавно Зеленский заявлял, что у него в планах нет перехода, формального перехода на президентскую республику. И, объективно говоря, в данный момент для него такой необходимости объективно нет. Украине де-факто сейчас и так президентская парламентская форма правления, так как Зеленский полностью контролирует парламент через монобольшинство. Кабмин назначается точно так же с одобрения президента, а потом монобольшинство, а также дополнительные депутаты за денежку или по согласованию голосуют за нужных людей. Зеленский также это сам и признает. Он говорит, что да, действительно вмешивается в дела правительства, но он делает это вынужденно. Он просто вот вынужден, понимаете? К нему обращаются за помощью глава Кабмина или кто-то еще, а он вынужден, понимаете, решать вопросы, обкашливать делишки, позвонить Баканову и спросить про черта того или иного. Но это сейчас, когда у Зеленского есть монобольшинство и кое-как можно насобирать 226 голосов. А что будет потом? Проблема для Зеленского в том, и я об этом неоднократно говорила, в том числе и в блоге, проблема 2023. Не устаю и не перестаю о нем говорить. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. После новых парламентских очередных выборов, которые должны состояться осенью 2023 года, или, возможно, внеочередных, если они состоятся, у Зеленского, ну, 100% большинства не будет. Ситуация может измениться кардинальным образом. Рейтинги самого Зеленского и партии «Слуга народа» падают, да просто летят вниз. В новом созыве они, да, возможно, пройдут, но им придется создавать коалицию с какой-то еще партией. А значит, придется делиться властью и, соответственно, потоками, деньгами. А если результат их на выборах будет еще хуже, будет неутешительным, то они вообще могут оказаться за бортом власти. То есть в оппозиции, скажем. И переход к президентской республике на Банковой может показаться приемлемым, довольно-таки, альтернативным сценарием. А значит, это заявление Данилова появилось неспроста. Проблема для команды Зеленского, возможно, она является на данный момент самой главной, в том, что в украинском истеблишменте сильны как раз-таки противоположные настроения. Среди влиятельных политиков и бизнесменов уже давно обсуждается усиление роли парламента. При упразднении должности президента, ну то есть совсем убрать эту должность или очень сильно урезать президентские полномочия с переносом вообще его выборов в парламент. То есть, чтобы в парламенте выбирали президента. Руководителем страны в таком случае становится премьер-министр. Политолог Вадим Карасев по этому поводу говорит. Кстати, возможно, своим заявлением Данилов попытался притушить эти разговоры, а то и вовсе получить карт-бланш на ужесточение режима. Элиты, скорее всего, будут сопротивляться, в том числе и внутри парламента. И чтобы не говорил Зеленский об ожиданиях общества от него, есть серьезное сомнение в том, что идея получит одобрение украинцев и вообще воплотится в жизнь. И касательно этого момента политолог Руслан Бортник говорит. У украинцев в этом вопросе парадоксальная позиция. 60% и больше голосуют за сильную руку, но при одном условии их интересы не должны ущемляться. Западные партнеры тоже будут против еще большего усиления Зеленского. Допускаю, что на короткий срок можно добиться определенной общественной поддержки идеи президентской республики, но вероятность ее воплощения невелика. Также наши источники в Раде не исключают, что Зеленский может пойти как раз таки в обратном направлении, начав менять конституцию в сторону парламентской республики, превратившись в последнего президента с такой властью в Украине. Один из нардепов говорит, если на Банковой придут к выводу об очень большой вероятности поражения на выборах как президентских, так и парламентских, то возможен вариант, когда Зеленский и, собственно, фракция «Слуга народа» вдруг станут сторонниками парламентской формы правления, потому что в таком случае Зеленский войдет в Раду с какой-никакой фракцией, голоса которой он будет разменивать на гарантии своей безопасности. Потому что любой новый президент, безусловно, будет догонять Зеленского и все его окружение. Уж больно многих людей он обидел и вел себя не по закону и не по понятиям. А с ликвидацией полновесного поста президента размоется и единый центр власти. А значит и вероятность того, что Зеленского и его бизнес смогут догнать и отобрать все нажитое за годы президентства сильно уменьшится. И мне очень интересно, друзья, как вы считаете, какая форма правления должна быть в Украине? Президентская, парламентская, парламентская, президентская или вообще просто парламентская с ликвидацией поста президента как такового? Свои варианты и мысли пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале страны. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!